привет замачиваю вот такие вот обои одну пачку я уже замочила вот по инструкции написано 4 литра воды вымешиваем и оставляем на 12 часов сейчас покажу весь процесс похоже на вату вот такая каша получается миксером говорят нельзя потому что эти вот крупиночки все разбивается тут еще капсула с пакетиком но я этим пакетиком не буду пользоваться он такой тоненький мы купили мусорные хорошие буду лучше перекладывать на 12 часов пакет вымешиваем все по единую консистенцию вот получилась вот такая вот масса такая вроде пластичная посмотрим как я это буду клеить очень интересно первый раз то делаю только интересненько будет у нас как будто вата на стенах что ли не знаю но сейчас темнее намного высохнет вот как в пачке принципе будет разница большая сейчас вот и вот посмотрим вот это содержимое при мне нужно поместить пакет на 12 часов ну и все сегодня полежит завтра уже начну наносить их на стены покажу как это будет все происходить получится у меня не получится дай бог что получилось вот так вот беру кусочек я раньше делала по другому отщипывала сейчас покажу как раньше делала но сейчас уже набила руку делаю вот так вот вот так вот прилепляю беру и беру и вот так вот их размазываю что что надо мне помогать ну на поразмазывай попробуй так вот так вот делаем короче вот так вот делаем и честно говоря что я хочу сказать об этих обоях все тимофей давай мама будет сама это такой долгий процесс если бы я знала никогда бы я знала никогда бы в жизни бы не согласилась на эти жидкие обои я так устала их лепить вот тут уже вот у меня высохший слой и сейчас буду соединять с вот этим короче очень долго очень муторно это все но результат меня радует результат очень необычно стены смотрятся красиво все скрывает но хотя у нас ровно и мы вытягивали стены расход больше чем написано на пачке намного больше вот расход больше чем заявлено что как там не сиденье надо каждую дышечку заполнять так вот сейчас покажу прям хорошо я что клепанула и покажу готовый результат там где уже высохла и углы покажу все очень интересно вот это вот сидеть вот так вот вот видите вот это движение раз порвала назад теперь опять прилизываем их прилизываем прилизываем все разравниваем все разравниваем чтоб слой толстый не был пока не приобретете счет что хочу сказать кто с этими обоями когда-либо столкнется пока не приобретете себе прозрачную кельму даже не начинаете потому что под ней вы видите как они себя ведут и это уже совсем другая история начинается я одну стену сделала обычно кельмы не прозрачные не получилось но мне кажется что там толще потому что расход больше ушло больше на эту стену потом мне муж мы поискали по магазинам нигде нету мне муж сделал вот сделал мне кельму и я теперь уже и во первых быстрее под под такое ты не видишь что там происходит протянул они собрались вот сейчас будем все вот это вот вытягивать растягивать соединяются эти вот именно эти обои между собой вот тут высохшая тут нет нормально ну вот сидишь вот этого долго но вот хорошо когда ты уже сидишь вот я показываю сейчас я сижу уже на полу вот а когда ты стоишь возле потолка и руки у тебя кверху и вот это вот вот это вот все делаешь честно сказать это не мое я еще получилось когда мы эти обои покупали я хотела сразу взять еще на спальню коридор со спальней по квадратуре ну совсем конечно спальня намного больше намного намного больше стен тут одни разъемы двери двери а там нет ну а потом меня муж говорит давай сначала ты попробуешь сделать это в коридоре если понравится тебе то возьмешь и в спальню я согласилась и не зря больше я вот это не хочу вот вот такие вот движения идут в одну сторону в другую сторону ну тут я развела последний раз одну четверть пачки мне кажется я с водой переборщила они у меня сильнее ползут сейчас стена немножко впитывает и будет проще мне это размазывать хорошо что я вот так налепила где-то с края потому что что то они слишком мокрые хотя я сделала сделать четвертую часть и там у меня на пачку 4 литра я литр на четвертую часть ну значит я взяла меньше чем четвертую часть все таки постояли они достаточное время вот так вот сидишь и играешься с ними очень увлекательно поначалу мне нравилось сидишь не что вот это вот но потом когда это работа так идет медленно и уже надоедает это все это для очень терпеливых людей вот я наверное все таки не из таких хотя я люблю там вышивать что-то такое делать мелочную работу но ну это что-то с чем-то говорю же опять когда ты сверху стоишь ну вот прежде чем взять такие обои вы подумайте во первых получается ну немного дороже чем обычные обои поклеить ну конечно красивее да вот это вот я не спорю плюс есть что красиво плюс есть в том что я могу их снять намочить убрать какой-то кусочек все таки это прихожая кто-то будет заходить может кто-то вымажет может когда-то кто-то чем-то зацепит отдерет я могу этот кусок заменить запас у меня остается вот но очень долго сейчас я вот этот кусочек размажу то что взяла и покажу вам дальше что я сделала вот это вот уже у меня последняя часть тут остается вот обои конечно кто их выдумал даже не знаю это обои аврора не сил к пласту я вот смотрела отзывы на них не нашла ну так вроде пойдет такие интересные обои очень интересные текстура такая как будто воды много все равно на них получилось ну делюсь своим опытом ребята очень долго если у вас есть уйма свободного времени и желание конечно беритесь за такие обои но если вы хотите побыстрее то даже не стоит это начинать кого-то нанимать вот допустим да у нас же есть сейчас люди которые клеят обои обычные бумажные мне кажется что эти люди будут делать это все толстым слоем после этого вот они сделают вам толстым слоем у вас будет расход бешеный потому что я вот эти вот обои размазывала очень сильно вот одна стена у меня первая где я начала там возможно у меня потолще так как я еще во-первых не умела у меня рука не набилась рука набивается не с первого раза как везде пишут там в интернете можно почитать что и даже ребенок сможет да он сможет но как он сможет каким образом каким слоем наносить вот при том что стены ловные расход на заявленном на заявленной упаковке был совсем другой ну не в два раза но больше намного больше расход вот мне еще нравится соединять вот я сейчас вот это вот сделаю часть потом вот тут дырку оставлю вокруг начну и оно так хорошо соединяется мне нравится ну мне нравится это просто ищу себе плюсы чтоб с ума не сойти вот и вот так вот вытягиваешь их вот раз тут уже дырочка сюда назад ее все закрыли тут толстенько я вот вижу у меня уже глаз нам наметался надо их подтянуть вот здесь уже опять разошлось вот видите как так все просто посмотреть хорошо в разные стороны где ты тут подтянул сильнее вот раз и разошлось вот поэтому обязательно прозрачную кельму ищите без нее будет расход бешеный просто будете проводить потом раз открыли а уже дырка ну значит эту дырку надо заполнить будете заполнять я вот так делала и расход получается не тот который должен быть совсем сейчас по вытягиваем по вытягиваем все это уже осталось у меня добью уже это дело сегодня ну короче на вот этот на вот эту прихожую сейчас покажу я свою прихожую у меня ушло неделя вот неделю сидеть тут и мазать вот вы представляете не знаю может у кого-то как-то быстрее получалось но я говорю опять же я не хотела чтобы у меня был большой расход я не хотела чтобы они тут толстые нет сегодня твоей очереди почему потому что я снимаю про обои твоей темы тут нет вообще вот так вот вот так вот мажем помажем вытягиваем намазываем короче как где-то я читала как масло намазывать на хлеб но ребята это не масло это как круг намазывать на хлеб и так чтобы каждая икринка оказалась рядом без дырочек вот это вот я понимаю но может быть эти просто текстура у них толще поэтому так есть такие как каша будут допустим обои мелкая текстура очень крупная тогда может быть это будет как масло тут больше похоже как на икру эту красную икру крупную потому что крупные частички вот их вот так вот раз два трем трем вот сюда уже не идет вот сюда идет вот под ним видно видите я уже дальше не стала проводить вот вот закроем дырочку здесь так еще раз еще раз теперь опять дырочка у нас тут еще размазываем их растираем вот по краям вот это вот всегда оно так вот плывет вот по краям вот это вот всегда оно так вот плывет вот шкребануло назад это все дело наклеила я наконец-то эти обои обои смотрится конечно шикарно очень красиво все смотрится поставили доборы поставили уже везде двери вот такие вот углы получается вообще классный угол можно вылепить с этих обоев и приклеили вот такое зеркало у нас теперь в прихожей такое зеркало не знаю мне кажется смотрится шикарно очень классно смотрится вот у нас так заходишь вот входная дверь зеркало напротив кухни осталось тут прикрутить плинтуса резетку ставить и все коридор готов мебель теперь нужно закупать мебель цены сейчас конечно ну короче обои эти клеила я очень долго пишут что так сяк что их по-быстрому да ничего подобного но это если по-быстрому может несколько человек должны сидеть и это делать когда сидишь внизу там мажешь вот это вот все делаешь это нормально а когда ты стоишь сверху час и вот так руки вниз вниз то есть сверху у тебя руки ты ими что-то делаешь очень тяжело меня болели ноги у меня болела шея у меня болела спина как будто старая жалуюсь что у меня все болело но результат меня радует осталось у нас еще полтора мешка если где-то что-то отдерется где-то что-то мы испортим можно будет заменить это большой плюс конечно у этих обоев вот ну мне все нравится наконец-то я с этим делом покончила стены такие как будто ковер ну вот немножко как будто ковер хотя на ощупь нет ни ковер а по внешнему виду как будто это коврик какой-то ну интересно смотрится классные обои вайка 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 вайка